Иван Трофимович Всем привет! Спасибо, что... Спасибо, что пришли на мой доклад. Меня зовут Вьет. Моё имя пишется как-то вот так. Не слишком распространенное имя в этой шарате. Поскольку я выступаю первый раз на G-Point, то немножко расскажу про себя. Я программист. Я пишу код с младших классов. Зарабатывал кодом уже больше 10 лет. Я начинал как фронтейнер. Писал различные билинговые системы на живо скрипте. Провел TSS-очки. И все это безобразие делилось до тех пор, пока мне не пришлось собрать на старших клусах Firefox и старцов. У любого здравомыслящего фронтейнера в жизни появляется такой момент. И это было очень давно. Тогда, как говорится, трава была зеленой, компиляторы медленные. Поэтому это у меня заняло очень много времени. Я решил, что вот и настал мой момент. Пора написать свой распределенный peer-to-peer компилятор. И с того момента начался мой интересный путь в мир Баганда. Это социалотоксин, а что до сих пор не отпускает. На Java я пишу уже больше 6 лет. Последние 2 года я работаю в Альфа-лаборатории. Это специальное подразделение Альфа-банка. Мы занимаемся тем, что пробуем различные модные штуки, внедряем их. Я занимаюсь тем, что пишу микросервис на Java, решаю различные инфраструктурные вопросы и провожу внутренние тренинги по этой самой инфраструктуре. Мы с этой кухней очень любим чинчат и применяем слова DevOps. Кто знает, что такое DevOps? Внимите руки. Вау! Все знают, что такое DevOps. Но, как ни странно, сколько рук, столько различных мнений. Но если убрать всю эту маркетинговую штуку, которую нас пичкают наши менеджеры, то все сводится к тому и тому же. В жизни у Java становится меньше Java и больше различных конфигов. Ты приходишь с утра на работу, думаешь, а сейчас я тут дописываю свой очередной фреймворк для работы со стримами. Но нет, у тебя кластер развалился, потому что кто-то догадался, расцветаны все ноды одновременно. Там докер почему-то теряет все пакеты в Bridget Mode. В общем, ты сталкиваешься с такими проблемами, которые нельзя просто решить, ставив одну нотацию. Сегодня я расскажу об одной из таких проблем. Мы поговорим про то, как обновлять микросервис таким образом, чтобы клиенты этого не заметили. В докладе будут различные тузы, конфиги, будут Java-специфик тузы. Также нам придется немножко покопаться в Hydra Linux, чтобы получить ответы на некоторые вопросы. Итак, микросервисы. Мы раздербаниваем наш большой жирный монолит на маленькие кусочки, и таким образом у нас локальные вызовы превращаются в межсервисное взаимодействие. О принципах и концепциях такого разделения можно говорить в целой конференции, но мой доклад немножко не про это. Вот как выглядит современная, распределенная система солидная. Вот у нас есть какие-то UIN-компоненты на верхнем уровне. Они для того, чтобы обрабатывать запросы, кидают их дальше на уровень ниже, на слой API. Те, в свою очередь, могут вызвать какие-то другие опишки. У других опишек могут какие-то свои источники данных. А если речь идет о банковской системе, то наверняка есть какая-нибудь ABS, написанная на технологиях времен Maya. Что случается, если сломается один из таких кружочков? Если система написана фигово, то ошибка всплывает вверх, к клиенту. Он видит отказ в обслуживании. И в нашем случае он может просто уйти к конкуренту, потому что у нас банк. Из-за чего могут происходить такие отказы? А если речь идет о монолите, то, как правило, ошибки внутренние. То есть мы как-то более-менее можем в них повлиять. Но если мы этот монолит берем, разрезаем на кусочки и ставим на разные серваки, то у нас система становится более подвержена внешней среде. У нас постоянно отваливаются жесткие диски, разрываются сетевые соединения. Поскольку наши локальные вызовы превращаются в межсервисные взаимодействия, то появляется такое понятие, как сетевые задержки. И все бы ничего и свои проблемы ограничивались только техническими. У нас также есть еще и процессные проблемы, потому что всем этим делом заведут люди. У людей свои баги есть, у них у каждого есть свое представление об идеальном. Да и что там говорить, они просто ошибаются. Однажды мне нужно было решить одну проблему, я просто скопировал команду из TagVue Flow, стоял в консоль, и это оказалось вдруг консолью продакшена. Команда должна была удалить все контейнеры, более того, я скопировал команду и еще символ перехода в конце нее. Поэтому у нас сразу выполнилось. В общем, в конце я получил пустой продакшен и тата-та. Классическая история. И вот есть мы. И вот есть проблемы технические. Есть проблемы процесса. И с другой стороны, есть мы, разработчики распределенной системы. Что мы можем этому противопоставить? Ответ здесь всего лишь один. Мы должны соответствующим образом подходить к разработке этой системы, к его проектированию. Мы должны понимать, что распределенная система отказывает. Это обычное дело. Нужно себя быть готовым, что распределенная система поставит тебе подножку из-под тяжка. В книге SRE, которую написали инженеры Google, в ней они описывают, как они заведуют своим распределенным хозяйством. Есть очень интересная цитата. Hope is not a strategy. В распределенном мире нет надежды. Есть только боль и отчаяние. Ситуация услугляется, если мы пытаемся внести какие-то изменения в нашу систему. То есть обновляем компоненты, обновляем саму инфраструктуру. Потому что в этот момент мы сами делаем систему уязвимой. Мы что-то грохаем, что-то поднимаем наверх. И эта проблема особенно актуальна для нашего банка. Потому что мы используем микросервисный подход. Она позволяет деплоиться десятки раз в день. Если каждый деплой будет сопровождаться отказами, то клиенты просто свалят. Поэтому проблему надо решать. Возьмем, к примеру, простую систему перевода с карты на карту. Она состоит из двух микросервисов. Card CPI и Reduction CPI. Карта из которых развернута на каком-то своем борту. И механика следующая. Клиент обращается к Card CPI. Говорит, мне нужно перевести с этой карты на другую карту такое-то количество денег. Card CPI не знает ничего об этих счетах. Поэтому лирит базу данных, таскает счета по номерам карт и обращается уже к более универсальному и низкоуровневому Transactions CPI. Сервисы выклюют следующим образом. Вот наш Transactions CPI. Он написан с помощью Spring Boot. В нем определён всего лишь один HTP-хендер. Он принимает на вход пост-опрос. И делает одну простую вещь. Вызывает какой-то фейковый сервис, который делает непосредственно транзакцию. Определяется наш Record Body следующим образом. Вот наш Lodger. Мы здесь используем на датсу из публиотеки Lampolk. Она позволяет нам не писать различные boilerplate-коды, таких как header-setter, equals и так далее. Card CPI чуть сложнее, потому что ему нужно вызывать внешний сервис. Он также написан на Spring Boot. В нем определён всего лишь один нещетичный хендер. На вход он принимает немножко другую структуру данных, которая называется Card to Card Transactions. Там у нас идентификаторы Card. Мы, получив этот запрос, доставим из базы данных соответствующие пользовательские счета и потом вызываем с помощью REST template. С помощью REST template вызываем Transactions API. Ничего сложного. Мы это написали, с деплоери, у нас всё работает. У нас случается такое. Прибегает нам менеджер и говорит, визверги, вы забыли добавить расчёт комиссии. У нас все переводы бесплатные. Какой ужас, мы теряем деньги. Нужно срочно исправлять. Вы добавляете эту несчастную комиссию в свой код, и тут вам нужно как-то задеплоить ваше приложение. А поскольку времени мало, нет времени объяснять, вы просто берёте и делаете так называемый in-place update. То есть берёте, вкладываете старое приложение и на его месте ставите новое. К чему это может привести? Чтобы на это посмотреть, нам нужны помощники. Мы будем моделировать пользовательский трафик с помощью утилиты Vigeta и автоматизируем депломент в Transactions API с помощью Ansible. Что они из себя представляют? Vigeta — это CLI утилита. У неё есть субкоманды, такие как attack и reward. Её основное предназначение — генерить какую-то нагрузку на endpoint, которую вы задали, и интерпретировать выхлоп. Выхлоп выглядит вот так. Тут есть различные полезные информации, таких как response time по пересветителям, наборы ошибок. Нас с вами будет интересовать success ratio, мы будем стараться делать его ближе к 100%. Итак, это Vigeta. Что такое Ansible? Ansible позволяет нам описывать наш код и наши действия над инфраструктурой с помощью кода. В понятиях Ansible есть такие вещи, как inventory-файлы и playbook. Invertory-файлы представляют из себя текстовый файл, в котором вы описываете свою среду. В ней описываете какие-то группы, которые стоят из какой-то количества серваков и какие-то специфичные для них настройки. Другими словами, если у вас там есть GSD, там тестовая продажа, то у вас будет для каждой среды в одном inventory-файл. Мой группы содержатся непосредственно те действия, которые нужно выполнить над этими серваками. К примеру, здесь мы пишем, что мы над хостами frontend, делаем две вещи, ставим each proxy, потом запускаем сервис. Ура! Мы познакомились с ними, нужно срочно чинить наш баг. Картинг продакшн. Приложения у меня сейчас развернуты в виртуальной машине. Вот они. Transactions API, он развернут на порту 8080, и карт API на 8081. Делать мы будем следующее. Два простых действия. Удаляем старое приложение, и на его месте поднимаем новое, на том же порту, просто другую версию. Давайте посмотрим, почему это может привести. Для того, чтобы одновременно обновлять приложение и снимать как-то наши метрики, я написал специальный SH-скрипт. В нем мы сначала разогреваем нашу Java-машину, чтобы результаты были более-менее стабильными, кидаем с помощью той же Wegette нагрузку в течение 3 секунд, после чего начинается непосредственный тест. Вызываем тот Ansible-скрипт, который я вам показывал, и параллельно ему запускаем Wegette уже на 10 секунд. Потом мы интерпретируем ее выхлоп. Давайте запустим, посмотрим, как это будет выглядеть. Пошел разогрев. Соцесс решил 100%, как ожидаемо. И вот пошло обновление. Удалили старое в контейнер, подняли на него новый, и теперь ждем результатов теста. 57%. Кошмар, мы потеряли почти половину наших запросов. Но давайте посмотрим на график, потому что эти числа нам не очень много говорят. Что мы здесь видим? Смотрите, Wegette здесь тут очень интересный график с response-таймом. Соответственно, по оси X у нас движение времени, а по оси Y у нас response-тайм для запроса, который был оправлен в момент X. Мы видим, что у нас вначале приложение работало, работало, работало. Затем мы взяли и положили наш инстанс. Вот этот пенечек означает, что у вас где-то случился тайм-аут. После чего у нас поднялось новое приложение. Мы видим, как Java-машина сгоняется, затем response-тайм стабилизируется. В общем-то, очевидно, из-за чего у нас случилась такая штука, потому что мы просто взяли и вырубили наше приложение. У нас случился такой баг между старым и новым инстансом. Это никуда не годится, потому что теперь мы мало того, что не получаем денег, только клиенты еще стали уходить, потому что они теперь видят ошибки в переводе. Нужно как-то это решать. Вариантов много. Попробуем применить здесь прокси. В качестве прокси-сервера будем использовать HAProxy. Мы его поднимем на том же порту, на котором стоял раньше Transactions API на 8080, а сам Transactions API переместим на другой, на 8082. Теперь наш дипломинг будет выглядеть следующим образом. Мы поднимем новую инстанс на каком-то порту, переключим HAProxy и вырубим старое приложение. Выглядит несложно. То есть мы сейчас этот веб, который был между этими приложениями, перенесли в HAProxy, в то, как он будет бесшовно перезагружать конфиг. Как же он это делает? HAProxy представляет собой обычный процесс, при старте которого отправляется конфиг и параметр minspeak, с помощью которого он записывает свой текущий bit в текстовый файл. Когда нам нужно делать реконфигурацию HAProxy, мы подкладываем новый MyConf и запускаем новый процесс. В этом процессе мы указываем с помощью флага sf, что ему нужно прочесть файл slash mybit и обратиться к самому процессу. Сказать ему, чувак, отвори, ему нужно вставить на него место. Старый HAProxy получает сигнал, говорит ему, окей, без проблем. Я перестаю слушать порты, завершаю обработку последних коннектов и ухожу в рай для Proxy. И у нас остается всего лишь один инстанс HAProxy с новым конфигом. Вау, штука должна работать. Давайте попробуем. Сначала готовый стенд. Я делаю это с помощью того же антсибла. Я здесь деплоиваю чей прокси и инстанс моего приложения. Теперь спринт деплоймента немножко усложнится. У нас теперь есть первый шаг. Это поднять новое приложение. Оно похоже на то же, что мы делали в предыдущем. В предыдущей попытке просто изменился порт. Затем мы подкладываем новый конфиг HAProxy. И рестартуем его той командой, которая вам до этого показывала. И в итоге убиваем старое приложение. Должно уже работать, да? Давайте попробуем. Поехали. Последовательность такая же. То есть сначала скрываюсь. Так что я сто процентов. И вот пошел мой деплой. Поднимаю новую инстанс. Рекафигурирую чей прокси. Останавливаю. И что же я вижу? Оп. 71%. Что же такое? Вроде бы проблемой должно было быть. Конечно же результат улучшился. Давайте посмотрим на график. Вот что мы сейчас видим. Наша недоступность стала уже, чем в предыдущем случае, уменьшилась на целую секунду. Но все равно она осталась. Из-за чего же такое происходит? Давайте разбираться. Посмотрим на это все более внимательно. Вот наша временная диаграмма. С этими четырьмя действиями, которые мы делали. Момент времени номер один. Мы поднимаем новое приложение. Вот оно снизу. Момент времени номер два. Мы подкладываем конфиг HAProxy. Но при этом пока ничего не меняется. Потому что мы его еще не конфигурировали. Мы это делаем только в шаге номер три. В этот момент HAProxy перенаправляет весь поток на новый инстанс. И момент времени номер четыре. Мы гасим старое приложение. Вопрос. В чем же беда? Кто думает, что проблема в моменте номер один? Поднимите руку. Неужели кто-то слушает? А момент времени номер три? Вау. Хорошо. А момент времени номер четыре? Правильный ответ три. Из-за чего же это происходит? Проблема в том, что наше Java приложение, оно уже стартует так и сразу. Ему нужно время, чтобы инициализироваться. Поднять с приколу контекст. Поднять очистительный хендер. И в итоге получается, что мы перенаправляем моменте номер три к клиенту слишком рано. Они идут на то приложение, которое еще не готово. Нам нужно каким-то образом получать индикацию того, что приложение может обрабатывать запросы. И только в этот момент переключаться. Это можно сделать с помощью так называемых холст-чеков. Эта штука, это, как правило, HP-шный endpoint, который просто говорит, что «Привет, чувак, я готов обрабатывать твои запросы, иди ко мне». В сложных ситуациях эта штука может смотреть, делать инспекцию приложения, то есть там чекать GDC-шных данных и так далее. Но в самом простом случае мы можем просто отдавать HP-шный код 200OK. Давайте это сделаем. Поскольку у меня есть темное прошлое фронтендера, то вместо того, что добавляет три строчки, я подключу библиотеку. Почему бы и нет? Это делаем. У кого есть вопросы, поднимайте просто руку. Добавляет в библиотеку стартер актуатор. Эта штука добавляет различные сервисы, среди которых есть также нужный нам слэш-хелс. Давайте посмотрим, во что же теперь превратится в наш деплант. Продготавливаем стендер. Надо вернуть ECH PROCSI в начальное настояние. Так. Идем в следующую демо. Пускаем. Смотрим. О, сто процентов. Так. Пошел деплой. Подняли новое приложение. Теперь мы ждем телс-чек. Посмотрите. Ждем, ждем, ждем. Опа. Дождались. Положили новый конфиг. Растартанули. ОК. Вау. Мы добились своего мастера стопроцентной доступности во время деплоя. Что же мы сделали? Давайте посмотрим на скрипт депломента. Он выглядит следующим образом. То есть первый шаг мы не поменяем. Мы также сначала выполним новое приложение. После чего добавили шаг health-чека. Health-чек очень простой, но и с помощью курла. Дергаем от point slash health каждую секунду. И ждем до сих пор, пока он нам не ответит 200к, в котором есть текст up. После чего продолжаем наш шагер. Давайте посмотрим, на что сейчас похож наш график. Вот он какой. Вот наш депой. Всем видно, да? Но тут есть проблема. Мы взяли и кинули всех наших пользователей на наше новое приложение. То есть представьте, что вот наше java-приложение такое вышло из эмбриона, посмотрел на мир. И тут ему молотком просто пугает пух. И что тут может случиться? Он может просто загнуться от наплыва пользователей. Решить эту проблему можно тем, что направлять поток пользователей постепенно. То есть не всех сразу переключать на новый инстанс, а по чуть-чуть. Давайте попробуем это сделать. У нас клип депоймента усложнится. Смотрите, мы все так же копируем, сортуем наше новое приложение. После чего ожидаем хелс-чека. Но после этого копируем конфиг-вечей-прокси, в котором описано не одно приложение новое, а оба. Оно выглядит следующим образом. Это конфиг-вечей-прокси. Вот, что нас интересует. Он здесь говорит, что мы слушаем PORT 8080 в режиме java. И здесь у нас есть два бак-канда. Это наше новое приложение и старое. И мы между ними балансируем с помощью run-robin. Дальше шаги выглядят следующим образом. Мы подложили этот конфиг. После чего ждем 2 секунды, когда оно разгонится. Только после этого делаем те шаги, которые делали в предыдущей попытке. То есть подкладываем конфиг с одним приложением и удаляем старое приложение. Что же сейчас у нас будет? Подготовим наш стенд и параллельно запустим наш тест. Видимо, запустил тест слишком рано, поэтому оно еще не успело подняться. Вот мы ожидаем хелс-чека. Подложили конфиг и ждем, когда оно раскрутится. Ждем, ждем, ждем. О, все еще 100%. Давайте посмотрим на наш график. Нас интересует этот участок, где происходит обновление. Смотрите, какая-то интересная штука. Полообразная графика означает, что мы раунд-робином переключаем наши запросы то с нового приложения, то на старое. И таким образом мы немножко урезаем тот трафик, который идет на него. И у него появляется шанс, чтобы подняться и при этом успеть лентализироваться. Можно пойти дальше. То есть отправлять не половину пользователей, а скажем только 20, затем 40 с помощью весов в раунд-робине. Но концептуально эта штука действует следующим образом. Итак, что у нас получилось? Мы смогли победить нашу недоступность. Ура! И при этом приложение потребовали только добавления какого-то хелс-чека. Ну, не сложная штука. И при этом у нас появился дополнительный бонус. Мы не валим приложение при старте. Но с другой стороны, вы заметили, что у нас очень сильно усложнился дипломент. У нас появилась куча новых шагов. То есть до этого у нас было всего два шага удалить, поднять. Теперь мы должны еще следить за каким-то хелс-чеком, смотреть на трафик пользователей. И если у вас всего два приложения, можно, собственно, и обойтись вот этим решением. Закаркодить где-то вот эти вот порты. И, в общем-то, велосипед будет работать. Но в реальной жизни вы сталкиваетесь вот с такими вот кракенами. У вас тысячи сервисов, сотни серваков. Но что хуже всего, у вас десятки команд, которые работают независимо друг от друга и никак не координируются. И как-то нужно это дело разруливать на автоматическом уровне. Нельзя все это дело хардкодить. И здесь нам на помощь приходят ресурсные менеджеры. Мы у себя в лаборатории используем Mezos и Marathon. Что это такое? На техническом уровне это работает следующим образом. Представьте, что у нас есть какой-то набор хостов с разной конфигурацией. На каждой из них ставится так называемый Mezos Agent. Mezos Agent следит за своим локальным хостом, знает, сколько там есть ресурсов, сколько из них свободно, и умеет запускать на них задачи. Все это дело управляется с помощью Mezos Master. Поскольку Mezos Master он достаточно низкоуровневый, он универсальный, то мы используем дополнительно фреймворк Marathon, с помощью которого можно запускать так называемые long running tasks, какими являются наши сервисы. У Marathon есть рестовый интерфейс. Вы в него кидаете определение приложения, то есть какой докер-контейнер использовать, какие ресурсы ему нужны, CPU, RAM. И он все это радостно разворачивает на нужных стендах. Но поскольку теперь у нас всем этим делом управляет автоматическая система, то HAProxy уже не получится вручную настроить скриптами. Как решить эту проблему? И здесь есть свой инструмент, который называется Marathon LB. Он представляет из себя докер-контейнер, в котором развернут процесс Python. Этот процесс подключается на поток событий от Marathon. И получает от него такие события, как старт приложения, стоп приложения и так далее. И с помощью этой информации он поднимает у себя внутри контейнера процессы того же HAProxy и реконфигурирует его в каждый раз, когда меняется среда. Давайте это пробовать. Сейчас должна быть демо радостная. Но у меня эта штука немножко отвалилась. Поэтому и вам покажу уже готовый отчет. Добавлю, что у Marathon он при деплое обращает внимание на хелсы приложения. Другими словами, можно задать такую стратегию. Он сначала поднимает новое приложение, дожидается, когда оно инициализируется, его хелс-чеки начнут отвечать. И после этого будет, к примеру, по одному гасить старые инстансы и заменять их новым инстансам. И теоретически здесь у нас должна быть какая-то доступность. Давайте посмотрим, что же на деле. А на деле у нас вот такая картина. У меня в тесте было два инстанса Transactions API, поэтому мы здесь видим два всплеска ближе к второй части графика. И если мы сделаем зум на эти два всплеска, увидим, что здесь у нас есть красные точки. Если открыть Report, то он выглядит следующим образом. Смотрите, у нас не стопроцентная недоступность, но при этом она близка к ней. То есть мы потеряли только маленькую часть пакетов. Из-за чего же это происходит? Мы же используем тот же HAProxy, что и до этого. В чем же проблема? Давайте попробуем его отладить. Для этого мы открываем нашу виртуальную машину. О, открылось. Ищем процесс HAProxy. Вот он. И попробуем запустить его с S-трейсом. S-трейс позволяет нам смотреть на те системные вызовы, которые происходят во время работы приложения. Подставим сюда PID текущие. И мы видим следующую картину. HAProxy сейчас полит, ждет коннектов. Нас будет интересовать более часть инициализации. Давайте поднимемся выше и посмотрим, что там происходит. Что же здесь интересного? Ага, смотрите. У нас тут в этом кусочке создается сокет и бинется на нужный адрес. Так, следующая строчка тоже нам нужна. Вот это вот, да. Что происходит? Мы сначала создаем сокет, получаем Descriptor 4, после чего создаем параметры ему. Read-only, non-blocking. Затем еще параметры, которые мы потом посмотрим. SO reuseAdder и SO reusePort. И в итоге это дело радостно биндит на порт 8080. Заметьте, sinPort htons8080, который мы задали в конфиге. Что же это за флаги такие reuseAdder и reusePort? Давайте смотреть. Итак, SO reuseAdder позволяет нам забинить сокет на тот IP-порт, который уже занят другим сокетом в статусе time-wait. В time-wait он впадает, когда, скажем, к примеру, приложение завершается, а сокет не успел завершить последние свои действия и отправляет последний пакет TCP. А вот SO reusePort уже интереснее. Он позволяет забиниться на тот же IP-порт, и таким образом мы можем сделать такой PowerMan LED-балансинг на уровне ядра. И тут возникает идея. А если у нас есть этот флаг классный, почему нам не запилить его в наше приложение? То есть, зачем нам вообще iChaproxy? Мы можем этот SO reusePort положить в нашу приложуху, и он будет LED-баланситься на уровне ядра. Тем более, что этот флаг появился в Java 9. Почему бы не попробовать залить на prot, что иницируя? И что-то круто. Открываем исходники Spring Boot, на котором написано в прошлом приложении. Видим, что он по умолчанию использует контейнер Tomcat в качестве контейнера сервилетов. Заходим в сорцы Tomcat и видим кусочек кода, где он биннится на нужный адрес. Здесь он создает сокет, проставляет какие-то property и биннится. Соответственно, нам нужно зайти в set properties и посмотреть, что там же происходит. Заходим. Ага, тут уже есть SO reuseAdder. Поэтому все, что нам нужно сделать, это поставить ему всегда true и добавить SO reusePort. Кто думает, что эта штука нам поможет? Действительно, нам эта штука не очень поможет. А что почему? Давайте разбираться глубже. Давайте откроем на GitHub исходники Linux. Напишем там в поиске SO reusePort. Найдем интересный файлик xsoc reusePort.c В этом файлике, в этой функции reusePort.selectSoc происходит непосредственный выбор сокета из того набора, который замедлились на один и тот же IP и порт. Вот он у нас выбрался, положился в переменную SK2. Выбирается он из массива reuseSocs. Для вычисления функции используется reciprocalScale. hash приходит нам из вышестоящей функции, а SOx – это количество сокетов в этом массиве. Эта функция нужна для того, чтобы заскелить вот это вот значение hash, которое может иметь произвольно большое значение, до размера массива, чтобы у нас не случился out of bound exception. Давайте смотреть, откуда же приходит нам этот hash. Поднимаемся выше и видим, что ага, вот наша функция используется где. В качестве хэша используется phash, который вычисляется в другой функции. Ну что же, давайте залезем в нее. Видим, как здесь вычисляется тот самый хэш. И подозрительная штука. У нас для вычисления хэша используются адреса. Например, есть какой-то подозрительный faddr и fport. Что же это такое? Давайте поднимемся выше, посмотрим, откуда они приходят. Оказывается, что faddr и fport приходят нам от клиента. Это тот адрес и порт, под которым этот клиент к нам подключился. Другими словами, он теоретически может быть случайным. Другими словами, для вычисления хэша, который в свою очередь используется для вычисления индекса, используются случайные данные. А это значит, что и запросы идут на случайный сокет. Что же это может от собой повлечь? Во-первых, HAProxy, старый процесс, тоже получает эти запросы. И при большом количестве запросов, если HAProxy не будет успевать их обрабатывать, он будет класть их в очередь. И если в этот момент мы решим таки радостно обновить наше приложение, он эти коннекты просто тупо потеряет. У нас будут эти самые потерянные пакеты. Что же тут можно сделать? Ответ первый – ничего. Но с другой стороны, подумаешь, потерял полпроцента запросов. Кому это вообще важно? Подумаешь, клиент повторяет еще раз перевод, увидит, что все окей, и подумаешь, что показалось, как обычно бывает, можно упороться. Можно упороться, все-таки решить эту проблему. И решение на самом деле как минимум три. Можно, например, допать Steam пакеты. И в этом случае клиент автоматически будет пытаться заново сделать запрос на получение данных на коннект. Можно роутить эти Steam пакеты. Тоже так себе занятие. Или можно вообще отказаться от механизма реконфигурации HIProxy, поднимать независимо новый инстанс и роутить коннекты уже с помощью какой-то другой утилиты типа IP tables. А может попробовать пойти с другой стороны? Может, ну, зачем нам HIProxy? Может, есть другое решение? Не нужно нам костылить все это дело. Давайте посмотрим на клиентство от load balancing. Что это такое? Вот как сейчас выглядит наша схема деплоя. У нас есть приложения. Два приложения. Между ними есть прокси. Зачем оно? Давайте его уберем. И теперь приложения наши будут обращаться друг к другу напрямую. Для того, чтобы это сделать, нам нужно куда-то вынести логику. Нужно куда-то вынести тот список серваков, который лежал в прокси, и куда-то вынести логику его балансинга. Для этого мы можем использовать библиотеку Ribbon, которую написали ребята из Netflix. Его верхний уровень API выглядит следующим образом. Мы здесь делаем ресурсный групп. Говорим, что он состоит из какого-то такого числа серваков. И этот ресурсный групп мы используем для того, чтобы создавать HTTP-шные запросы. API выглядит достаточно просто, но все интересное происходит, как всегда, под капотом. Давайте залезем. Для балансировки Ribbon использует класс AbstractLotBalancer. Одна из его реализаций – это BaseLotBalancer. Внутри этого класса есть поле iRule, с помощью которого вы можете задать стратегию балансировки. То есть тут есть тот же RoundRobin, который мы использовали в HAProxy. Также тут есть список всех серваков, которые мы ему прокинули через конфигурацию. А также очень интересное поле AppServerList. Список тех серваков, которые сейчас доступны. Интересная штука. Получается, Ribbon умеет сам следить за этим. Действительно, у нее есть так называемый pinger, который с заданной периодичностью опрашивает health-check-эндпоинты сервисов и помещает их available или unavailable в этом списке. Для того, чтобы выбрать сервис, он использует метод chooseServer, который в свою очередь вызывает метод chooseUrula. Допустим, выберем RoundRobin. Как он выглядит? Достаточно просто. Здесь есть глобальный каунтер. С помощью этого каунтера он начисляет остаток отделения после инкремента и достает из списка серваков следующий. Сам инкремент и getModule реализован неблокирующим образом. Что-то типа atomic integer. То есть он берет текущее значение, поднимает, инкрементирует его, достает модуль. После этого чекает его текущее состояние. Если оно изменилось, то он пытается сделать всю эту цепочку заново. Вот как эта штука работает. Балансировка. Но откуда же к нам приходит список серваков? Мы же не будем их ручками туда сбивать. И действительно для этого есть другая тулзатина. Она называется EveryCast Server. EveryCast Server – это реестр сервисов. И наше приложение при старте регистрируется в нем. Таким образом, в EveryCast Server находятся данные обо всех сервисах в системе. И приложения эти данные доставят в себя и периодически синхронизируют. И, используя эти данные, они уже с помощью Ribbon ходят напрямую к нужным им сервисам. EveryCast Server можно понять достаточно просто. Подключать библиотечку Spring Boot Starter EveryCast Server. И, как обычно, одна Наташка все решает. То же самое можно сказать про клиента. Добавляете библиотеку EveryCast client. Добавляете нотацию к своему Spring Boot приложению. И оно будет при старте регистрироваться в EveryCast. Итак, client-сайт. У нас есть прямая коммуникация. Нет дополнительной точки отказа в виде какого-то прокси промежуточного. А также можно указывать в peer-up стратегию балансировки. Но, с другой стороны, это требует от нас добавления какой-то дополнительной логики в клиенты. Другими словами, мы себя немножко ограничиваем в выборе возможного языка или платформы для реализации. Допустим, тот же Ribbon. Он изначально был написан на Java. Если у вас какое-нибудь нот-джестное приложение, то там есть свои реализации, но они неофициальные, не так хорошо поддерживаются и так далее. Немножко мы здесь жертвуем гетерогенностью микросервисов. С другой стороны, у нас есть сервер-сайт load-balancing. Из его плюшка. Он прозрачен для приложения. Вы заметили, что мы в первом демо никак не поменяли наш кард CPI, чтобы добавить прокси. И с помощью того же прокси можно задавать глобальные правила роутинга. Но, как downside, у нас есть дополнительные точки отказа в системе, которые нужно как-то деплоить, нужно как-то поддерживать, как-то обучать людей с этим всем работать. И это вызывает очень много проблем. Давайте выдохнем. Мы посмотрели, что в простейшем случае у нас могут быть проблемы при деплее. Мы будем терять запросы. Чтобы решить эту проблему, можно добавить тоже в самом прокси, но это потребует от нас включения в наше приложение хелс-чеков. И тут тема не очень простая. Тут нужно грамотно подходить к шеппингу вашего трафика. Чтобы решать эту проблему в большом масштабе, можно использовать различные ресурс-менеджеры, такие как Mezos Marathon. И в этом случае чайпрокси можно конфигурить с помощью Marathon.lb. У этого подхода есть свои проблемы. И качество альтернативы можно посмотреть на клиент-сайт Serge Discovery, load balancing. Но, опять же, это не серебряная пуля. У этого решения есть тоже свои минусы. И нужно решать, с какими минусами вам проще жить. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Вопросы. Большое спасибо. У меня такой вопрос. То, что вы показали, проблема, которую вы решаете, называется гарантированная доставка сообщений. В принципе, это стандартная функциональность любой ESB, будь то там JBoss Fuse, ну любой, начиная от бесплатной и заканчивая промышленными. Зачем вот это все изобретать, когда можно взять ESB и вместе с этим решить целый ряд других вопросов. Ну, например, гарантированная доставка сообщений работает неважно, из-за чего у вас нет вашего transaction API. То есть из-за того, что вы редеплоите, из-за того, что он упал, из-за того, что, я не знаю, ниже чего-то не работает и так далее. То есть, ну, почему не ESB? Почему мы не используем более комплексные решения, сделали свой велосипед? Ответ тут в том, что если мы используем такую, можно сказать, даже платформу, мы себя уже как-то связываем по рукам. То есть, скажем, если мы хотим реализовать на Go что-нибудь или на Node.js, у нас уже тут будут сложности какие-то, да? Нет, неверно. На самом деле вы сервисы делаете на чем угодно. То есть ESB – это, по сути дела, тот же прокси, который стоит между всеми этими сервисами, но отвечает не только за load balancing и routing, но и за именно гарантированную доставку тех сообщений, то есть тех вызовов, которые идут. Да. То есть сами сервисы вы реализуете на чем угодно. То есть тут вообще никаких ограничений. Да, спасибо за вопрос. Я понял. Действительно, у нас до того, как мы вошли во всю эту историю с микросервисами и прочими докерами, у нас был тот же Gboss, был тот же ESB, но были проблемы именно с точки зрения того, как ты всем этим делом управляешь. У нас были проблемы с процессом, проблемы с людьми, и мы решили, ну черт с вами, сидите в своем болотце, а мы пойдем от вас и будем гордить наш огородик, в котором будут единороги. Вот. То есть вместо того, чтобы изучить систему, научиться ей пользоваться, вы решили, что проще как бы сделать свой велосипед, свою систему, и обучать уже ей, других людей? Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое за этот доклад. Такой короткий вопрос. У нас же как-то сначала получилось через хапрокси получить 100%. Почему дальше у нас вдруг начали... Привет. Хорошо. Вопрос. Мне нужен ботворитель, все слышали, наверное, да? Почему у нас и чейпрокси с марафоном дал такую какаху? Во-первых, мы в первом тесте запускали и чейпрокси, напрямую на виртуальной машине. Наверное, у нас был native процесс. В том случае у нас марафон LB, это процесс. Мы поднимаем Bridget Network, у него есть свои проблемы. Более того, этот баг, он воспроизводится только при большом RPS, то есть я немножко слукавил, я увеличил на поток запросов, и переходит до кого-то там границы, начинаются вот эти проблемы. То есть пока у тебя запросы не будут копиться в очереди, ты этого не увидишь. Более того, эта проблема есть только на Linux, на том же BSD, то есть если там сделать тест на macOS нативно, то этой проблемы не будет, как ни странно, потому что там у них другая немножко механика выбора сокета из массива. Спасибо. Тут вопрос еще из Telegram просит прочитать. Зачем перегружать хаб-рокси, если можно подменять конфиг и делать reload? Или вообще не делать замену конфига, а делать health check на стороне хаб-рокси? Есть, да. У HAP-рокси, скажем, в отличие от того же Nginx, есть из коробки активный health check. Но здесь речь идет об деплое именно приложения. То есть мы должны этот health check внедрять в наш оркестратор. В первом случае оркестратором у нас является Ansible, как ни странно. Во втором случае оркестратор у нас это Marathon. Он должен проверять те приложения и уже когда они поднимаются, конфигурить HAP-рокси. Насчет reload HAP-рокси, если честно, я не слышал. То есть я знаю, что у него есть вот такой reconfig, то есть подкладываете новое приложение и делаете через поднятие нового процесса reloading. Ну, это штука, которая есть в документации. Про reload, который есть, скажем, в том же Nginx, когда вы кидаете Signal Hub и чтобы он зарелоудил, то насчет этого HAP-чай прокси почему-то я до того не слышал. Точно уверен, что оно есть. Следующий вопрос. Я так понял, у вас серверные кейсы в основном, да? То есть как бы внутреннее интернет-продолжение, да? Вопрос был, то есть кейсы только серверные или нет? Да, они только серверные. Есть еще у нас проблема с тем, что, скажем, мобильные клиенты, они должны ходить на разные эндпоинты. Там свои штуки используются. Немного не эти. Вот здесь речь идет именно про сервер-сайт. Извини, пожалуйста, я не раз слышал. Можешь повторить? И лучше с микрофона. Спасибо. В Эврике же вроде нет нотификационов, да? Соответственно, когда какой-то сервис уходит оффлайн, необходимо... Там нет нотификационов, но Ribbon, как я уже показывал, он умеет делать холст-чеки. То есть он обратится к сервису, если он в этот момент лежит, то у него есть фоллбэк, он попробует следующий эндпоинт, который у него сконфигурирован. И список серверов он через какое-то время будет синхронизировать с Эврикой. Ну а вот на это время, пока холст-чек не прошел, а сервер уже положен. Да, есть такая проблема. Но это все тюнется. Надо смотреть на ваш реальный ворклоуд и подбирать параметры той же синхронизации. Спасибо за вопрос. Еще вопрос? Слева. Спасибо за доклад. Все хорошо, когда у вас сингл нот API, и вы его передеплоили, все красиво. На практике, я так понимаю, и 50 инстансов, и сотни инстансов. Среднее время окна обновления всей платформы на крупных сервисах. Да, у меня, по идее, должно быть демо с марафоном. Я должен был показать в интерфейс. Но, к сожалению, у меня погрант отвалился перед самой презентацией. Там у меня поднято два инстанса, и они релоудятся постепенно. По поводу вопроса о том, какая у нас метрика в реальности, мы не передеплоили в филп нашу платформу, но, как правило, наши сервисы развернуты по количеству наших дата-центров. То есть там три штуки. На весь депломент уходит минута, не больше. Спасибо. Скажите, а вы сравнивали Эврику с консулом, именно как бы перед тем, как вы делать выбор? Спасибо за вопрос. С консулом вообще интересная история. На самом деле эта схема у нас используется не везде. То есть у нас внутри лаба есть разные секты, и в разных сектах есть свои верования. Одна из сект верит, что консул всех спасет. Но у него есть свои проблемы. То есть его нужно уметь готовить. У нас были проблемы с его поддержкой. То есть, скажем, если ты плохо указал количество кворума, по-моему, там есть, то оно не поднимется, если ты не зайдешь вручную, все опустишь и удалишь там дата-директория. Проблема заключается в том, чтобы как-то настраивать прокси. То есть там есть решения, которые, во-первых, регистрируют сервисы в консуле. То есть можно использовать тот же streaming boot, там есть свои штуки. Можно использовать отдельные контейнеры типа регистратора. И, с другой стороны, у нас есть проблема, как это дело перевести в конфиг какого-нибудь прокси-сервера. Здесь мы как раз использовали Nginx. То есть схема была такая. Приложение поднимается, регистратор его видит, добавляет его в консул. Консул мониторит другое приложение, которое называется Console Template. Он видит, что приложение поднялось, оно меняет конфиг Nginx и его рестартует. И схема, по идее, должна работать, но в ней очень много вот этих вот кусочков, в этой цепочке. Каждая, если она падает, оно влияет на работу всей цепочки и получается очень ненадежная схема. Мы с этим делом какое-то время пожили и решили, что, нет, к черту, консул. Лучше будем таскать данные напрямую из марафона. А я вот не очень понял по поводу того, что перешли к Console Template и опять перешли на сервер-сайт Server Discovery. Вы же показали сейчас в данном случае про Client-сайт Server Discovery. Если про Client-сайт Server Discovery сравнивать Evric с Console. А, я понял. Да, извините, пожалуйста. То есть использовать вместо Evric и Console. Нет, такую схему мы не пробовали, потому что та секция, которая сидела на стеке Netflix, она сразу там, о, у нас есть Ribbon, о, у нас есть Evrica. Втыкаем. В этой схеме Console мы не использовали. Спасибо за доклад. У меня есть несколько вопросов. Первое. Можете сказать, какого уровня вложенности запроса от одного API к другому у вас в вашей системе? Это первое. А второе. Смотрите, помимо того, что мы будем переставлять разные версии приложений, если высокая вложенность, то, скорее всего, на верхних уровнях возникают кэши. И как вы инвалидируете кэши? И дополнительно бывают такие ситуации, когда, ну, просто по какой-то причине одна версия несовместима с, ну, версия приложения микросервиса с другой, и она не может общаться, например, с нижележащими по иерархиями, и нам надо как-то как по шардам делить клиентов, которые уже прошли, закэшировались, как у вас вот это все построено. Да, давайте по порядку. Первый вопрос был про уровень вложенности, то есть по количеству слоев, которые у нас есть в этом бутерброде. У нас, если не считать эту банковскую АБС, то если вот смотреть только на слой с микросервисами, то у нас там не более трех вызов происходит до того, как они дойдут в мастер-систему. По поводу кэшей, мы их не используем. Ну, точнее так, мы используем на тех проектах, но на них не микросервисы, там свои штуки, там как раз джи-босс. И последний вопрос был про версионирование. Вот это вот больная штука очень. Действительно проблема заключается в том, как ты будешь менеджить вот эти вот зависимости по версиям, как ты будешь обновлять свой API. Выходов здесь несколько. Мы у себя представляем версии в хедере, то есть там кидаем HTTP-запрос, в хедере пишем там версия 2, и у нас тот же HAProxy, в нем есть специальное правило, куда роутить это дело, он тебя отправит на старый инстанс. Но опять-таки момент, когда нужно задепловать старую версию, это менеджер с руками. Можно еще пойти другим путем. Можно ввести более крупный unit of deployment. То есть вот здесь у нас unit of deployment был это API, одна штука, одна компонента. Можно ввести более комплексную штуку, что вот я хочу задеплоить мое приложение, оно, у него есть такие вот requirements там, API вот этой версии, API вот этой версии и так далее. Можно всю эту штуку деплоить, но опять-таки с этим тоже есть свои проблемы, и вопрос тут заключается в том, скорее всего, не как ты задеплоишь новое приложение, а в том, как ты будешь его откатывать. И мы, когда решали у себя эту штуку, мы пришли к тому, что откатывать это очень больно, потому что эту версию менеджер проще быстренько починить и сдеплоить новую версию. В примерах вы использовали для волонтировки around robin, в реальной системе вы тоже используете либо что-то другое? У нас используется listcon, но здесь теоретически оно должно было решить нашу проблему, то есть HIProxy, он бы видел, что у нас вот там коннекты копятся, он бы не стал к нему проксировать запросы, но, к сожалению, почему-то это не так, то есть у меня есть результат теста, и там оно выглядит примерно так же, как при использовании round robin. в том же nginx в связке с консулом мы используем listcon. Спасибо за доклад, вот у меня такой вопрос, вот у вас есть такая штука, как трассировка распределенных запросов, ну чтоб можно было посмотреть, где что происходит, вот, и если да, то можно ли там какую-нибудь такую Наташку добавить в Spring, и все станет здорово. Спасибо. Да, там более того, можно просто библиотеку подключить, то есть не нужно даже код менять. Есть такая штука, как, я сейчас помню, а, называется Sleuth, S-L-E-U-T-H, вот она добавляет у тебя в запросы, точнее в запись логов, такую вещь, как request ID, ну точнее так, она называется как-то по-стремному, там x258- там что-то такое, но суть в том, что это идентификатор той сессии, сессии, потому что у нас сессии, в которой происходит обработка запросов, то есть, скажем, у тебя пришел запрос, ты залогировал этот запрос, у тебя проставился этот ID-шник, ты в этом потоке опять, скажем, обращаешься к сервису ниже, делаешь логирование его вызова, и там же у тебя залогировался этот же session ID, и используя этот session ID, ты можешь в системе логирования также отфильтровать нужные записи, ну и сделать анализ. У нас примерно так выглядит. большое спасибо за доклад, ты рассказывал по поводу того, что HTTP и трафик надо раскидывать между load-балансерами, а как быть с каким-нибудь бинарным форматом, типа read-слейвов или что-то такое? Да, хороший вопрос. Спасибо. Мы, на самом деле, у себя тоже используем бинарный формат на некоторых проектах. Мы используем Facebook-трифт, который сейчас уже Apache-трифт. Опять же, здесь нам помогает HAProxy, потому что он, на самом деле, TCP-шный load-балансер, и, если ты заметил, там в конфиге есть, по-моему, connection option, называется HTTP, а, mode HTTP. У него есть также mode TCP, то есть он умеет работать на TCP-шном уровне. Ну, там уже другие немножко правила ротинга. То есть в этой ситуации nginx, скажем, не будет работать. Еще вопросы? Вопросов, видимо, нет больше. Спасибо еще раз за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ОТФИМЕНТЫ